Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям. У нас программа о психологии, об отношениях, о других различных вопросах, которые беспокоят нас, людей, в повседневной жизни. Иногда мы мучаемся годами. Можно звонить нам, задавать вопросы, можно подключаться к нашей теме, предлагать свою. Мы готовы открыто для разговора. Я вас слушаю, Елена. Думаю, все время… Ну, нет, наверное, неправильно. Захотелось немножко переиначить ваше вступление и, может быть, сказать, что наша программа не о психологии, ну, как о науке или у науки есть предмет свой, да, и это психика человека. А хочется сказать, что… претендовать, по крайней мере, что наша программа о человеке, о таком бытовом человеке, о человеке, которыми мы с вами являемся, которых мы встречаем регулярно, да, и… У нас есть много биологического, ну, наши тела биологические, да, наши, там, инстинкты какие-то, генетика и так далее, и так далее. Но есть нечто, что… Из-за чего мы людьми, собственно, и являемся или можем называть друг друга людьми. И то, что… О чем мы думаем или как думаем, как мы чувствуем, как мы смыслы для себя какие-то производим или обнаруживаем, да, как мы друг с другом общаемся, вот это, ну, наверное, можно сказать, что делает нас людьми. И в этом смысле, ну, мне хочется думать, что наша программа о человеке. Причем не в широком смысле, потому что человеком занимается, ну, масса других гуманитарных наук, да. Вот. Но поскольку говорить о человеке и не говорить, например, о его внутреннем устройстве, о психике, о душе может быть очень сложно, поэтому психология в этом смысле заглядывает, на мой взгляд, во все другие гуманитарные науки, даже если у них нету этой приставки психа. Поэтому, если у вас какие-то комментарии, вопросы, соображения по поводу того, что в нас есть человеческого, мы не о каких-то высоких и абстрактных материях говорим, хотя иногда, может быть, выбираем какие-то слова не очень удачные, ну, специализированные, да. Ну, то есть мы приглашаем наших зрителей к разговору, потому что на протяжении уже нескольких лет мы в этой программе пытаемся донести одну из идей, наверное, психотерапии, психологического консультирования. Это разговоры с человеком, да, в словесном выражении формулирование каких-то и проблемы, и поиск выходов из них тоже выражены словами. Безусловно. И почему-то, да, закончу мысль, почему-то этих разговоров все еще мало, потому что как будто бы нет до конца понимания, чем же эти разговоры такие важны и как они вообще могут понять в кабинете. Ой, помочь, помочь, да. По поводу того, что мало или немало, я думаю, что разговаривать, то есть общаться, ну, шире возьмем, да, не только произносить какие-то слова, но и взаимодействовать, общаться, это, ну, нельзя сказать, что мы надышались вдоволь, да, или там нам мало дышать. Вот, ну, говорить в этом смысле это какая-то ежедневная, может быть, потребность. Вот я бы хотел наши, может быть, такие немножко вводные, расплывчатые слова, мои, да, привязать, пристегнуть к нашему прошлому эфиру, когда нам звонила женщина и говорила о своем сыне, которому 33, если я правильно помню, годы, у которого, ну, в общем, по критериям, по медицинским критериям достаточно серьезное душевное расстройство. И у нее был вопрос о том, как ему помочь, как устроиться на работу, может быть, какие-то еще вещи. И я помню, что я порекомендовал вроде бы… И как реабилитацию какую-то организовать для него? Да, и, может быть, кому-то показалось, я с таким сталкиваюсь, что я ответил не на сам вопрос. То есть меня спрашивают про работу и про реабилитацию, я говорю, идите к психотерапевту, да, ну, или как-то посодействуй. Это вы сейчас об обратной связи от наших телезрителей говорите? Я об обратной связи, да. Да, но для меня это как раз ответ в рамках заданного вопроса, потому что вот те все, я повторюсь, может быть, те все социальные, ну, если не успехи, то социальная какая-то состоятельность, которая может быть и у этого человека, мы его знаем заочно, она возможна тогда, когда у него появится в этом непонятном, а для людей с такими нарушениями коммуникации. Это непонятное море? Ну, мы можем озвучить про диагноз или нет? Ну, там что-то звучало про шизофрению, про параноидную. Параноидную. Да, параноидную, параноидную. И вот моя попытка сейчас сформулировать, может быть, вот так вот окольными путями, я попробую прямо сказать, важность вот этой самой коммуникации, о которой мы с вами говорим. И важность здесь не информационный характер носит. То есть, как ни парадоксально, может быть, коммуникации или там общение с психотерапевтом и с психологом, с другими людьми, важны в данном случае не информационные составляющие, нет какой-то в первую очередь составляющей, которую знает доктор и не знает пациент, которую доктор сообщил бы пациенту, и пациент или клиент ушел бы с этой составляющей и жил бы дальше, ну, более здоровым образом. Да, я попытаюсь воссоздать ситуацию, да, про которую вы говорите. Человек с таким диагнозом, ну, который связан с его душевным расстройством, приходит к психиатру за таблетками, за очередными. Психиатр ему дает вот эту информацию, он рассказывает, что это за диагноз, какие в нем особенности, какие могут быть симптомы, проявления, все, конец. И это тоже, что само по себе является безусловно важным. Просто достаточно часто возникает вопрос, чем вы будете меня лечить, что это будут только слова. Ну, хорошо, если это будут слова, вы мне расскажете что-то, чего я не знаю. Трудно сейчас рассказать. Нет, ну, можно, конечно, почитать специальную литературу, рассказать пациенту или клиенту, значит, что-то, чего он не знает, специфически, ну, напихать, я извиняюсь за термин, да, информации в эту коммуникацию. О чем эта информация? О его диагнозе? О диагнозе, о том, как правильно себя вести, о том, что его ждет, о том, что он делает правильно или неправильно. Да, это такая все-таки экспертность, она завязанная на информацию, да, на владение информацией. Так вот, я пытаюсь сказать, что важным компонентом в данном случае является не только передача информации, сколько установление отношений. Вот что является не всегда и не сразу родственники, например, таких пациентов и не только таких. Сами пациенты это понимают, что важным является установление отношений со специалистом. Это тоже вопрос, мы с вами об этом говорили, но он тоже вызывает вопрос, а какие отношения могут быть со специалистом? Ну, у людей под словом отношения, обычно, не обремененных психотерапевтической или психологической практикой, под словом отношения понятно, что существует. Ну, мы в отношениях, да, ну, в каких-то мы, там, я не знаю, супруги, мы родители и ребенок и так далее, да. Какие могут быть отношения со специалистом? И некоторые варианты терапии, скажем так, стартуют как раз с этого вопроса. А какие они могут быть? Они могут быть доверительными, они могут быть безопасными. Поддерживающими. Поддерживающими. Они могут быть безопасными. Ну, что значит поддерживающими? Так, если, например, приходит человек и говорит, вы знаете, я вчера, ну, там, потерял или, там, похоронил, да, кто-то ушел. И информационные отношения – это работа терапевта, когда он начинает анализировать, от чего произошло. Ну, я не знаю, классическая идея – умер кто-то из родителей, да. Ну, к сожалению, так бывает. Вот он имел для вас важное значение, наверное, вы были к нему привязаны. Давайте это… Или он ему скажет, через год вы уже не будете так остро переживать. И иногда… Что же мне к информационной составляющей? Конечно, иногда… В этом плане отношения – это когда терапевт вполне может выразить свое понимание о том, как себя этот человек чувствует, проявить эмпатию, как это говорится, да, может быть, выразить со-чувствие, сказать, что, наверное, вам тяжело, наверное, вы сейчас переживаете. То есть, эта ситуация… у нас вот этот вот психологизм, присутствующий везде, он вылился в попытку очень часто интерпретировать. Ну, тебе плохо, потому что… Мне кажется, интерпретировать и ускорить процесс освобождения другого человека от этих переживаний. Ну да, кажется, что если мы друг другу или самим себе какие-то переживания объясним, мы быстрее с ними совладаем. Если возвращаться к вот этому человеческому в нас, то переживания делают нас как раз… способность переживать и сопереживать, ну, не то, что делает нас, проявляет нас людьми, способность выразить эти переживания. И на этом я бы хотел такую запятую поставить, потому что для меня это вот как раз… у меня было желание откликнуться на наш прошлый звонок, то есть я там вот так вот сказал, обращайтесь, а сейчас, может быть, пошире, почему это важно. И почему приход к психологу или психотерапевту – это не просто разговор и не просто информация, тем более сейчас, когда вполне возможно, что какой-нибудь из подкованных пациентов прочитал по психологии книжек больше, чем его психотерапевт. Ну, просто садился и читал и одного, и другого, и третьего, и может цитировать и так далее. То есть он эту информацию в себя погрузил, да, и может быть, даже получше, зная чьи-то гипотезы и теории. Вот это вот установление связи, установление отношений, там масса всяких вопросов, да, как мы слышим друг друга, как мы, ну, если хотите, чувствуем друг друга в смысле границ, в смысле доверия, в смысле принятия и непринятия, потому что непринятия тоже есть, да, это какие-то агрессивные побуждения и так далее, и так далее. Ну, действительно же бывают ситуации, когда даже условно здоровые люди выстраивают отношения, но они так начитаны тех процессов, которые внутри нас происходят, что они вот рационально все что угодно могут объяснить, да. Ну, вот он это так делает, потому что там, не знаю, отношения с папой, с мамой, но при этом они вот не чувствуют это вот эмпатия, о которой вы говорите, они какие-то вот эти тонкие материи не ощущают и не распознают в других людях. В этом плане таким хорошим критерием, мне кажется, мы с вами отклонились, но уж раз нас повело, то почему бы не довериться самим себе и разговору. Хорошим критерием является ощущение, что ощущение я, да, какие-то переживания, что в процессе взаимодействия внутри тебя что-то происходит, ну, некие возникают переживания, да, это не только работа в голове, не только какие-то конструктивные вещи, но и переживания. Парадокс, кстати, ну, это так для, как это сказать, для сильно интересующихся в том, что люди, имеющие выраженные психические расстройства, они почти, ну, по крайней мере, в начале так казалось, в начале психотерапевтической помощи, психоаналитической помощи, казалось, что они… В начале истории наблюдений. Да, казалось, что они непригодны для психотерапии. Почему? Потому что они как раз отношения не формируют. Ну, так казалось, да, то есть они холодны или они индифферентны, они отстранены от каких-то переживаний, от каких-то чувств, их можно спросить, конечно, об этом, а что вы чувствуете в разговоре, и, в общем, это будет разговор, вопрос мимо них. То есть я хочу показать, сказать, что здесь есть специфика в работе с такими людьми, но это не значит, что вот время, там, столетняя история психотерапии показала, что люди, которые внешне формальные, рациональные и холодные, или, может быть, даже вот так серьезно нарушенные, как мы предполагаем, вот сын этой женщины, которая позвонила, стал для нас моделью такой, да, с возможностью говорить о нарушенных людях, психотически организованных, как мы сейчас говорим. Оказалось, что работа психотерапевтическая с ними тоже возможна, и они тоже формируют отношения, но это надо увидеть, про это нужно… Ну и потребность у них формировать эти отношения есть, просто, возможно, у них нет ресурсов каких-то вот на поверхности, да, чтобы эти отношения выстраивать. У них потребность есть, способности сильно отличаются от способностей здоровых людей, и те стратегии, которые они используют в общении, в коммуникации, сильно отличаются от стратегии здоровых людей. И тогда в процессе психотерапии, тоже уже неоднократно мы говорили об этом, человек, когда он приходит регулярно, специалист его, ну, получается, в таком длиннике, в длительном периоде сопровождает, и они могут в режиме реального времени обсуждать ситуации вот этого взаимодействия, попыток выстроить отношения удачных, не удачных, ну, как-то это обсудить, облечь в слова, ну, в какой-то степени это тоже информационная составляющая, но это, наверное, то понимание, которое как раз помогает, способно помочь и социально адаптироваться, и как-то сохранять отношения с другими людьми. Да, Елена, вы правы, и вы сейчас такие очень важные слова говорите, бальзам на душу, но я говорю «но», потому что психотерапия сейчас перед, или перед психотерапией, или психотерапевты, да, внутри, или столкнули, сталкиваются все больше с серьезными вызовами, скажем так, серьезными реалиями. Они заключаются в том, что под большим вопросом, это надо аргументированно объяснить, почему, аргументированно объяснить в нынешней среде, где все считается, считаются трудозатраты, считается время, считаются прочие ресурсы, деньги там и так далее, да, считаются вплоть до количества мыслей и переживаний. Нужно объяснить, зачем мы должны встречаться такое-то время, почему это нельзя сделать короче, почему человека не может заменить, вот у нас скоро конференция будет, традиционные бейциновские чтения, мы ее в Самаре уже в седьмой год будем проводить, в седьмой раз, и она будет посвящена как раз вопросам искусственного интеллекта в психотерапии, в психологии, скажем, таким образом. И нам самим, и нашим коллегам, и людям, которые приходят, надо всерьез над этим уже думать, надо потому, что мы с этим столкнулись, да, не заменит ли, не может ли заменить психотерапевта, психолога, ну вот воспользуемся этим термином искусственный интеллект, который во много раз больше знает, который во много раз быстрее ориентируется, который во много раз лучше способен собрать информацию с поступающую, да, услышать повторяющиеся какие-то слова, паттерны, разглядеть человека, если будет несколько камер стоять, хочешь с затылка, снизу, сверху, откуда угодно собрать это все, да, и в общем, в связи с этим, видимо, поставить лучший диагноз, учитывая особенности самого человека, сопутствующие заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и так далее, назначить препараты и может быть что-то еще. Большой вопрос, и у нас вот даже, так к слову, развернулась небольшая дискуссия накануне наших чтений, может или не может, да, живой человек еще остается в кресле специалиста, психотерапевта, да. Или он уже пакует чемоданы, да, ну, потихоньку думает, а куда бы ему еще пойти устроиться на работу, чем заниматься, ну, это так немножко иронично, но в понятном варианте. Тем более сейчас все больше набирает популярность в связи с приложениями, это я чувствую, что я совсем как-то ушел, ну, вдруг это интересно, да, набирает популярность технологии, где мы встречаемся не глаза в глаза и таким образом через другого человека, ну, если хотите, гармонизируем свою жизнь, да. А сейчас с помощью приложений, напоминаний, трекеров привычек, программ различных в мобильном телефоне, ну, такой обратной связи мы сами себя регулируем. То есть он нам напоминает, вот это надо сделать, вот это надо выпрямить, вот это надо согнуть. Ну, и общение онлайн очень часто происходит. Ну, в общем, да. Причем удивительно, иногда общение онлайн происходит даже без видеосвязи, только по аудиоканалу. Ну, да, да. Тут можно поиронизировать, я не знаю, ни над коллегами, ни над таким способом. Мы действительно исследуем границы, где это психотерапия, где это уже не психотерапия. Робинзон видит, как по линии горизонта проплывает судно, ну, на какой-нибудь там десятый год своего одиночества. Он машет, кричит, оно, естественно, не заплывает, но у него с новой силой возникает надежда, ну, что он дальше проживет и так далее. Это терапия или не терапия, да? В буквальном смысле не было ни сеттинга, ни специалиста и так далее, и так далее. Ну, мы терапией это, естественно, не можем назвать, да? Я про сообщение, да? Но при этом этот корабль на горизонте имел психотерапевтический эффект для него, если у него мотивация. Ну, в общем, в каком-то смысле да. То есть в каком-то смысле найденное в бутылке письмо. Я пытаюсь сейчас... У меня просто есть, наверное, такая способность довести какой-то тезис, попробовать до крайности, до абсурда и посмотреть, работает он или нет. То есть можно онлайн по теле... Ну, там, на мониторе видеть, можно выключить камеру, можно прерывистым звук сделать, ну, то есть сообщения друг другу. Можно письменными сообщениями. Ну, друг другу пишут письма, психотерапевт и психолог. Можно короткими заметками, ну, там буквально, я не знаю, по одному, по два предложения, да? Тезисами. Тезисами. Где это еще является психотерапией или психологической помощью, а где это уже не является. Письмо в бутылке, которое отправляет Робинзон туда, в большой мир, и через некоторое время, ну, может быть, получает, да, какое-то письмо с ответом, является это психотерапией или не является. Мы можем по этому поводу... Я знаю, что есть сторонники и того, и другого, но и том, и там, кажется, вот это вот человеческое участие сохраняется, и информации там может быть ноль, или она может быть содержательно не очень ценная, но кажется, есть что-то, что является вроде бы тоже информацией, но не несущей какое-то новое знание, а информации о чем-то другом. Ну, например, о том, что я услышан, о том, что я... мне ответили и так далее. Ну, какие-то такие моменты. Алексей, у меня вот возник вопрос из нашей дискуссии. Я понимаю, что в этой программе не получится на него ответить или порассуждать. Мы вот увильнули с вами в сторону онлайн. Есть ли у вас информация, ну, я знаю, что много сейчас онлайн консультируют, но есть ли информация об успешном онлайн консультировании людей прям вот с серьезными душевными расстройствами? Или все-таки для этой категории лучше вот один на один? Очень краткий ответ у нас прям вот... Данных у меня нету, но может быть, я предполагаю, зная ситуацию, может быть, для кого-то это даже будет лучшим началом психотерапии. Вот такое раздельное существование, безопасное и так далее. А потом через какое-то время они встречаются. Таким будет мой короткий ответ. Узнавая немножко друг друга. В этом смысле и сейчас ведь и люди осуществляют, или как это, встречаются для супружеских отношений. Сначала встречаюсь онлайн, так вот, из комфортных ситуаций, да, потом объединяюсь, да. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, Елена. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Смотрите нас каждый вторник в прямом эфире на телеканале Самары ГИС. До свидания, берегите себя. До свидания.